Играй аккордеонист. На счету 9-летнего Вовы Добровольского уже десятки побед в различных исполнительских конкурсах. Музыкой мальчик занимается с 4 лет, а с сегодняшнего дня он будет играть на новом аккордеоне. Есть мечты, которые сбываются. Вове Добровольскому всего 9, но уже сейчас его музыкальный талант поражает. Впрочем, любовь к музыке живет в сердце всех его четырех сестер и брата. На встречу с главой города пришли в полном составе вместе с учителем музыки. Начали с чаепития. Сюрприза не ожидали. Педагог хранила тайну. Она написала письмо президенту с просьбой оказать помощь в предпринятии музыкального инструмента. Не оказался на территории регистровика Родиона, который подходит для его возраста, поэтому его нашли в Германии. Он проделал долгий путни с катаможеном переселки. В настоящее время он прибыл и по поручению президента. Сегодня мы вручаем этот музыкальный инструмент. Подарок от главы государства, счастливый момент, радостные лица и первое исполнение на новеньком аккордеоне от маленького музыканта. В этой семье два президентских стипендиата. Скрипка, фортепиано, аккордеон. В пору создавать ансамбль. Растить таланты, большой труд и радость, говорят родители и учитель Лариса Уланова. Отличный работник культуры, победитель международного музыкального конкурса «Жар птица России» в номинации «Открытый урок». Делает все возможное, чтобы помогать и воспитывать юных музыкантов. Вспоминает с Вовой и начала заниматься, когда в городе и республике боролись с коронавирусом. Четыре с половиной года мальчику было. И тут в марте пандемия. То есть, грубо говоря, не закончили первый класс, аккордеона еще не было. Заниматься не можем, потому что закрыли все дороги, все-все-все. И когда только разрешили передвигаться, я ездила к Вовидам и к другим тоже. Ну и мы потихонечку двигались. И буквально вот в пандемийное время мы записались, несколько видео записали, отослали на конкурс. Еще не было пяти лет, мы уже заняли место. И потом вот так вот постепенно-постепенно к прошлому маю мы имели больше 30 грамот выступлений на международных конкурсах. Мечта, которая сбылась, это старт к новым победам, говорит Вова и его родители. Благодарят своего учителя, президента и руководства города подарки, грамота и теплые слова благодарности от главы госадминистрации Бендер. У меня раньше дома не было инструментов, поэтому я только занимался в классе, а сейчас теперь буду заниматься и дома. За чашкой чая обсуждали секреты воспитания и крепкой семьи. Говорили о том, чем живет город и как помогать развивать детские способности. Провести сводный отчетный концерт и организовать специальное музыкальное образование на базе школы предложила Лариса Уланова. Ведь талантами не рождаются, ими становятся.